Кубок Содружества Кубок Содружества Продолжаю заниматься до сих пор. Интересно. А чем вас привлекают? Общение с участниками и сами гонки. Куча адреналина. Зачет проводился как на настоящих гонках. В разных классах в зависимости от объема двигателя скоростных судов. Правила для всех были одинаковые и довольно просты. Гонка 30 минут. По дистанции ходят модели. За 30 минут кто больше кругов пройдет, тот выиграл. При этом далеко не все доходили до финиша. Были столкновения и вылеты с виража, и отказы моторов, и даже аварии. В общем, все по-взрослому. Есть свои правила, как обгона, нельзя подрезать модели, желательно сбрасывать газ, когда тебя кто-то обгоняет. Ну, в основном, очень страшно, когда тебя обгоняют, либо сразу там много моделей, там 12-7. И вот очень желательно никуда не сворачивать, ехать прямо и не волноваться. Представительница украинского Харькова Марина Ковун в итоге справилась с волнением и в Кубке Содружества завоевала целую коллекцию наград в разных классах. На счету хозяев также богатый урожай медалей, разные пробы, в том числе и бронза в командном зачете. Одним из лучших в составе сборной верхней вожи стал мастер спорта международного класса Роман Котов из Кимр. Он завоевал серебро личного первенства Кубка Европы в гонке скоростных судов с объемом двигателя в 3,5 кубических сантиметров. Что самое сложное в этом месте? Это подготовить или выступить? Все сложно. Модели должны быть на уровне, собраны, качественно. Ну и выступать тоже сложно, когда 12 моделей одновременно рулят. Класс пилота должен быть очень высоким. Для большинства пилотов международные соревнования в Твери стали проверкой мастерства, прочности моторов и моделей перед главными стартами сезона, чемпионатами страны и мира. Тем временем вполне возможно, что Кубок Европы получит в столице Верхней Волжье постоянную прописку. По крайней мере участники из-за границы совсем не прочь и в следующем году спенить воды тьмаки. Да, очень понравилось. Так хорошо здесь утки плавают, бывает. Хорошая природа, воздух свежий.